Итак, на подступах к Пифагоровым тройкам довольно прикольный раздел математики, называется геометрическая алгебра. Вот если переставить слова, то получится страшная алгебраическая геометрия. И если кто-то из тех, кто меня здесь смотрит, когда-нибудь до нее дойдет и будет заниматься супернаукой, о, я буду счастлив. Вы тогда мне маякните. А пока геометрическая алгебра. Что такое геометрическая алгебра? Прелюдия. 2К плюс 1 в квадрат равно чему-то там. А давайте это увидим. Что такое 2К плюс 1. Так. Так. Ну, типа попали. Примерно попали. Так. Вот это 1. А это 2К. То есть К и еще раз К. Правда? Тут тоже К. Еще раз К. И в конце где-то 1. Вот. Пилим. 1, 2, 3, 4 одинаковых. Это 4К квадрат. Ну, вот это квадрат числа К. К квадрат, да? К квадрат. Тут тоже К квадрат, К квадрат и К квадрат. А это что? А это 1 умножить на К, да? То есть это К. Это тоже К. И это К. И это К. Вот вам 4 штуки К и 4 штуки К квадрат. Из-за чего ясно, что если К целая, то вся эта площадь делится на 4 в квадратиках. Вот в таких вот единичных квадратиках. Все. Равно 1 плюс 4L. Ну и, собственно, сама формула здесь тоже видна. Это типичный пример, как можно видеть алгебру. Когда мы видим алгебру, мы говорим, что это геометрическая алгебра. Я обожаю геометрическую алгебру. Например, А умножить на Б равно Б умножить на А. С какой-то стати. А вот с какой. Черт. Это А, это Б. Что такое А умножить на Б? Это вот столько А штук вот таких вот полосочек. Правда? А раз по Б. Б плюс Б плюс Б. А раз. А что такое Б на А? Ну, это, соответственно, у меня вертикальные полосочки. Вот. Их Б, этих полосочек. И в каждой из них А. Поэтому это А плюс А плюс А, так далее, Б раз. Вот. Ну, вот, соответственно, А плюс А. А. Ну, простите, что я всю эту очевидность говорю, да? Б раз равно Б плюс Б плюс так далее. А раз. Ну, а почему это так? Ну, потому что это квадратики одного, мелкие квадратики одного и того же квадрата. Вот и все. Вот у нас формула доказана. Остальные формулы типа А на Б плюс С равно АБ плюс АС и прочие, да? Вот такие вот там. Их все можно так увидеть. Это дико красиво, когда вы видите все эти формулы своими собственными глазами. Давайте здесь маленькую нарисуем еще формулку. Почему? А квадрат минус Б квадрат равно А минус Б на А плюс Б. А квадрат – это вот этот квадрат. А Б квадрат – вот этот маленький квадрат. Прекрасно. Достраиваем вот так и вот так. Вот. Теперь вот эту вот штукенцию отсюда вынимаем и вот сюда переставляем. Получается, что А квадрат минус Б квадрат, который, ну, должен занимать вот эту всю территорию, правда? Без маленького квадратика. Все. Он такой же, как то, что я сейчас вот целиком обведу. Вот так вот. Обвел вот так. Потому что я эту поставил просто сюда, приставил. Ну, а у этого прямоугольника, у него вот эта сторона, очевидно, А минус Б. А вот это вот А плюс Б. Все. Формула сокращенного умножения. Ну, конечно, человек, которого в школе там дрючили тысячи лет, что нужно скобки раскрыть, он скажет, зачем это все нужно. Ну, вот, не знаю, мне нужно. Мне так проще запоминать это все. Ну, даже не то, что запоминать. Конечно, я наизусть помню формулу сокращенного умножения. Мне хочется ее видеть. Мне хочется понимать, откуда она берется. Что ты из некоторой площади вырезал маленькую площадь. А как теперь эту площадь измерить? А вот так. Ну, вот. А сейчас мы применим этот же метод к доказательству теоремы Пифагора. Метод геометрической алгебры для доказательства теоремы Пифагора. А кто видел мою книжку математика для гуманитариев, то там нарисовано это все на обложке. Вот два абсолютно одинаковых пределах моей дрожащей руки. Вот они. Абсолютно одинаковые квадраты. А что это за квадраты? А это был какой-то треугольничек такой прямоугольный. Был. Вот. У него были стороны А и Б. А другая, вот эта третья сторона, она С. И вот это вот А, а это Б. То есть, это квадраты размером А плюс Б на А плюс Б. Теперь я их по-разному разрезаю на кусочки. Вот. Значит, я вырезаю из этого большого квадратика четыре совершенно одинаковых, ровно таких треугольника, как здесь нарисовано. Вот. Получаю внутри. Что я получаю внутри? Правильно, получаю квадрат. А почему квадрат? Почему этот угол прямой? Потому что вот этот наш треугольник, да, давайте вот так углы обозначим. Он прямоугольный. Значит, вот здесь один угол, здесь другой. Сумма всех трех углов треугольника, как мы помним из геометрии в школе, равна 180 градусов. А значит, сумма вот этих двух равна 90. Но вот этот угол равен вот этому, потому что это два совершенно одинаковых треугольника, идентичных исходному. Значит, соответственно, вот этот плюс вот этот равен 90. А вместе они составляют развернутый и остается тоже 90. Вот. Привет школьной геометрии. Это квадрат. А площадь квадрата со стороной С. С квадрат. Осталось порезать, пошинковать тот же самый. Квадрат по-другому. Вот это А, это Б. Вот, соответственно, вот это вот квадратик Б на Б. И площадь его Б квадрат. А у этого А квадрат. А здесь чего? А здесь тоже четыре абсолютно одинаковых, ровно таких же треугольника. Вот. Смотрите. Итого. Взял одинаковый один и тот же квадрат. Да, два равных квадрата друг к другу. Со стороной А плюс Б. Вырезал из него четыре идентичных друг другу исходных треугольника со сторонами А, Б, С. Вот таким способом и вот таким. Никаких сомнений нет, что оставшаяся площадь должна быть одной и той же. Но оставшаяся здесь площадь это С квадрат, а здесь А квадрат плюс Б квадрат. Теорема доказана. В любом прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Ура! Это вообще первый математический результат. Такой самый-самый-самый. И это геометрическая алгебра типичная. Вот. Геометрическую алгебру я даже не выношу. Ну, так сказать, отдельным разделом она не будет. Она не является. Она просто помогает нам видеть математику. Вот. Так вот, задача, которую мы решаем, найти все целочисленные решения вот этого уравнения. То есть найти все такие треугольники с целыми сторонами А, Б и С. Приступаем к этой задаче.